Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Электрогорской телевидения предлагаем вам выпуск новостей. Начнем с региональных. С января по ноябрь 2014 года сотрудники Госантехнадзора неоднократно штрафовали граждан, наклеивавших листовки и наносивших надписи в неустановленных местах. Инспекторы стараются установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к размещению несанкционированных надписей и объявлений. С начала года на них наложено более тысячи штрафов на сумму 9 миллионов рублей. Объекты, обклеенные нарушителями, приведены в надлежащее состояние, сказала начальник Госантехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Сегодня во многих дворах размещены информационные щиты, предназначенные как раз для таких объявлений. В иных местах расклеивать объявления запрещено. Это касается и нашего города, и сейчас к новостям Электрогорска. Прошлая неделя была посвящена людям с ограниченными возможностями, ведь 3 декабря мы отмечали Всемирный день инвалидов. Общество инвалидов совместно с комплексным центром организовали 5 декабря мастер-класс по мыловарению для детей и взрослых. В качестве преподавателя выступила обычная жительница города, девушка с отзывчивым сердцем. Смотрим. Гуру по мыловарению, Люба, приветствуем ее, расскажет вам сегодня, как приготовить собственными руками маленький кусочек счастья. За большим столом собрались 9 ребятишек и 5 взрослых. Всем для создания этого самого кусочка счастья раздали необходимые инструменты и материалы. А в центре этого чудесного действа хрупкое и излучающее тепло – Любовь Макарова. Она бескорыстно и с удовольствием делится с большими и маленькими своим мастерством – магией мыловарения. Мы взяли эту мыльную основу и нагрели ее вот так вот в баночке стеклянной, чтобы основа никуда не убежала. Она стала жидкая, как кисель, и мы теперь ее можем залить в любую форму, покрасить любой цвет, придать ей любой аромат и чуть-чуть подождать, тогда мы получим мыло. Итак, все за работу. Дети заливают формочки основу, капают туда краситель, кому какой нравится, потом ароматизатор, аккуратно размешивают. Взрослые помогают им побрызгать красивое прозрачное вещество спиртом, чтобы исчезли пузырьки. Одна из целей мероприятия – совместная работа взрослых детей, и мы тоже решили приобщить. Без взрослого малышу в парфюмерном искусстве никуда. Мыльную основу нарезать, довести ее до жидкого состояния в микроволновке, доставить в мыльную лабораторию помогают взрослые с ограниченными возможностями и воспитатели комплексного центра. Все как в жизни за окном. Чтобы что-то получилось, большой помогает маленькому. Мыло уносит застывать на улицу, и через несколько минут – внимание! Она у нас самая красивая, потому что она у нас объемная. Такая овечка. У нее есть голова и отдельная тельца очень-очень пушистая. Смотрите, передавайте друг другу. Подожди, подожди секунду. А она школьская. Школьская. Передавай по очереди. А где наша? Вон, а я сторонник. У тебя еще все дырят. Она подрогает. Машина, я тоже. Несколько минут внимания. Маленькое чудо в руках. Что еще нужно для счастья ребенку? Люба, какие у тебя сегодня эмоции от мероприятия? Эмоций, конечно, очень много. Я зарядилась этой энергией от маленьких детей. Сама являясь мамой и будучи в творческом процессе здесь и сегодня, получила сверх много впечатлений. Конечно, мне очень понравилось. Я думаю, что я даже еще буду делать такие мастер-классы. Может быть, я буду делать его для других людей. Если кто-то будет этим интересоваться, я с удовольствием займусь. Потому что это большое удовольствие и это очень несложно. Совсем несложно подарить ближнему немного своего времени, тепла и внимания. Это наша с вами радость. Обычное счастье людей. Счастье, общение и взаимопомощи. В рамках рождественских чтений и в честь двухсотлетия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова в Центре дополнительного образования Истоки прошел необычный открытый урок. Подробности в нашем репортаже. В уютном кабинете из-за студии «Акварельки» состоялось путешествие самых маленьких воспитанников на нарисованном кораблике. Урок под названием «Белеет парус». Команда мореплавателей во главе с капитаном Святославом показала свои творческие умения. Читали Лермонтова и рисовали иллюстрации к его стихам. По синим полнам океана, лишь звезды блеснут. В небесах корабль одинокий несется, несется на всех парусах. В путешествии по миру литературы и изобразительного искусства мальчикам и девочкам помогали родители. Отыскивали среди рисунков работы своих детей, поддерживали, подсказывали и вдохновляли. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в краю далеком, что кинул он в краю родном». Малыши умеют не только читать стихи и рисовать, но и составлять рассказы о том, что они изобразили на бумаге. Все это не может не радовать их родителей и педагогов. Можно сказать, такой поэт, связанный с религией, с молитвой, потому что он был очень привязан к бабушке, которая очень была верующая. Поэтому у него в стихах всегда отражается вот эта вера, религия, молитва. В Центре Истоки запланировано еще много мероприятий, посвященных великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Старт им дали самые маленькие. И старт, надо сказать, достойный. А впереди увлекательный путь открытий в прекрасном мире искусства. А в Молодежном Центре на прошлой неделе состоялся литературно-музыкальный фестиваль «Мы запомним суровую осень». Как это было, расскажет Анна Шевалина. Была такая тишина, и мирно город спал любимый. А по России шла война, к столице с быстротой незримой. Городской литературно-музыкальный фестиваль «Мы запомним суровую осень», посвященный 73-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, прошел 5 декабря в Молодежном Центре. Присутствующие в этот день вспоминали годы беспощадной Великой Отечественной войны. Ведущие рассказывали истории военного времени. Участники мероприятия выступали с литературными произведениями. У каждого присутствующего появилась отличная возможность проникнуться духом того времени. Когда не было ни одной семьи, в чью судьбу бы безжалостно не ворвалась война. Отгремели салюты победы, не вернулся единственный сын, несравнимый с тем горем Сибеды, что терпела она вместе с ним. Не найти ей фамилии в списках, награжденных героев-солдат, ни на братских могил обелисков, где защитники Родины спят. Память о войне. Она не стирается с годами, она вечна. И пока мы помним ушедших, они рядом, они с нами. И немного о спорте. 7 декабря команды «Вымпел» мальчиков и юношей выезжали на календарную игру первенства Московской области по хоккею с шайбой в Черноголовку. Обе игры наши футболисты, к сожалению, проиграли местному импульсу. Мальчики 1999-2000 годов рождения со счетом 8-2, а юноши 1997-98 годов со счетом 4-3. И о погоде на среду 10 декабря. Ночью минус 4, днем 3 градуса мороза и весь день обещают снег. Почти безветренно атмосферное давление в норме. 10 декабря отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых православий образов – иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Знаменией. От этого дня наши предки всегда ждали чего-то особенного. Надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу или хотя бы приметы на погоду. Говорили, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он нанесет все беды и печали. Далее в рубрике «Социалка» вы узнаете о нововведениях в плане социальной помощи для людей с ограниченными возможностями. Уделить время своему здоровью предлагаем вам с рубрикой «Фитнес». Я же прощаюсь с вами. Увидимся на ТВЛ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова